Здравствуйте, меня зовут Фёдор Лисицын, и сегодня у нас очередной еженедельный гром недели. Неделя выгодилась богатая на события, и поэтому давайте по порядку. После введения первого в МИИ налога на выбросы углекислого газа в сельском хозяйстве молочные фермеры Дании будут платить 672 короны, 96 долларов, за корову, сообщает СНН. К 2035 году углеродное налог на животноводство, по данному изданию, увеличивается до 241 доллара за корову. Интересный вопрос, а господа руководители Дании не собираются ли обложить налогом вулканы, которые выделяют гораздо больше углекислого газа в атмосферу, чем любые коровы? Или у вулканов нет банковского счёта, и с них нельзя содрать деньги? Зато деньги можно содрать буквально за воздух с несчастных и так затюрканных огромным количеством ограничений и так далее, дотационных датских фермеров. К чему это всё приведёт? Если кто-то думает, что к улучшению климата, остановке глобального потепления, никоим образом это приведёт к тому, что ещё сильнее в развитых странах, принявших все эти идиотские, извините, законы об обложении налогов так называемых экологических заразнений, углеродного следа и так далее, ещё сильнее подорожают мясные и молочные продукты. В конечном итоге платить за всё будут жители Дании. Ну, а точнее, через какое-то время, я думаю, жители всего Евросоюза. Вообще, мы живём в мее, которое делает былью старые советские пропагандистские штампы, и не только советские. Итальянский писатель-коммунист Жанни Радайя, его книжка про Чаполина, советский мультфильм про Чаполина по мотивам этой книжки, где принц Лимон объявляет об введении налогов на дожди. Но, заметим, даже в сказке за природные явления всё-таки брали деньги за выпавший дождь. Парламентарии Дании сделали новый блестящий шаг вперёд. Они берут деньги с фермеров за факт того, что корова выделяет метан. Ну, я в восхищении. Проще, наверное, ввести рано или поздно налог на выбросы углекислым газом дыханием жителей стран Евросоюза. Ведь каждый датчанин тоже выделяет углекислый газ. Давайте обложим их налогами. Начнём там, допустим, он всё-таки не коров, он поменьше, со 100 коров он, а дальше как пойдёт, пусть платит. 2. Всемирный банк вернул Россию в категорию стран с высоким доходом. Последний раз она входила туда в 2014 году. Ну, мне трудно комментировать эту новость. Я очень рад, что рейтинг суммарный, средний уровень доходов Российской Федерации граждан поднялся настолько, что мы вернулись в категорию стран с высокими доходами, по мнению Всемирного банка. Но мы все понимаем, что все эти оценки крайне относительны. Денег как не хватало всегда, так и не будет хватать впредь. Как правильно было сказано ещё в одном известном советском мультфильме, глупое животное, золота никогда не бывает слишком много. Но приятно, что политический маятник, судя по всему, качнулся в другую сторону, и нас снова принимают за высокодоходную страну. Посмотрим, что из этого выйдет. А вот, собственно говоря, и выход. Сумма взятки, вменяемая экс-замминистром обороны Российской Федерации Тимура Иванову, составила 1 миллиард 185 миллионов рублей. Ну, что тут скажешь? Большому кораблю большая торпеда. Чиновник на большом посту берёт большие взятки. Это вещь, известная, наверное, со времён Древнего Египта, если не больше. Человек, если Тимур Иванов, как покажет суд, приступил закон и является преступником до суда, так сказать, мы пока не можем говорить об этом, значит, он совершил большое должностное преступление. С другой стороны, это лишний раз доказывает огромную устойчивость российской системы власти и государственного аппарата. Ещё Екатерина Великая, Екатерина Алексеевна, императорица Екатерина II, заметила, что если в России так воруют, а она при этом не разваливается, значит, это по-настоящему великая страна. Силовики задержали тренера молодёжной сборной России по вольной борьбе Аишаи и Смадзуду подозревают в содействии террористической деятельности. Ну, что скажем, следствие покажет. Подождём развитие событий. Террористические акты в Дагестане действительно были знаковой трагедией, серьёзным испытанием, значит, системы обстановки на Кавказе и системы управления, и, так сказать, Российской Федерации в целом. Испытания выдержали, теперь, значит, надо искать, кто виноват и кто занимался всеми этими мероприятиями. Надеюсь, что, опять-таки, через некоторое время следствие покажет и раздаст каждому по его заслугам. В раздуму внесён звонко на проект, ограничивающий круг лиц, которые признаются соотечественниками, пишет коммерсант. Ну, последние события после начала специальной военной операции, если говорить более широко, с 2013 года, с начала событий на Украине или в Украине, как они требуют себя говорить, сейчас уже, так сказать, можно говорить и так, и так, в зависимости от того, что мы имеем под этим, так сказать, понятием. Оно показывает, что не все те, кто были соотечественниками, являются таковыми, являются людьми, которые разделяют устремления граждан Российской Федерации, являются людьми, которые живут в Российской Федерации, соблюдая её законы, которая, говорит фраза брачного договора, всё-таки страна, она такая же часть семьи, большой семьи, как и супруга, и в горе, и в радости, и в радстве, и в бедности разделяют путь своего государства. Если же они не разделяют, так сказать, путь своего государства, поддерживаемый большинством населения Российской Федерации, то действительно, какие же они соотечественники? Запись в паспорте, национальность, кое-какие другие вопросы совершенно этого не означает. Берём пример Соединённых Штатов Америки, которые очень внимательно выбирают, кто может, а кто не может быть гражданином Соединённых Штатов. Президент России Владимир Путин прибыл в Астану, сообщает пресс-служба Кремля. В Казахстане он примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества ШОС, который пройдёт 3-4 июля. Ну, что ж, вопли о международной изоляции России, страна изгой и так далее. В очередной раз мы видим, что вся эта вопли провалились. И геополитический центр с точкой на реке Потамак, город Вашингтон, федеральный округ Колумбия, единственным центром на территории земного шара уже давно не является. Собаки лают, а караван, караван ШОС идёт, идёт себе и продолжает идти, принося гражданам стран, входящих в Шанхайскую организацию, и материальное благополучие, и спокойствие, и уверенность в завтрашнем дне, что немаловажно. Так что удачного саммита. Посмотрим, какие решения там будут приняты. И вообще сам факт его проведения, это уже вполне серьёзная, так сказать, заявка, сам факт, что мир может решать без указки определённых кругов из определённого города. Ещё раз повторю, на реке Потамак. Ну, как говорится, Газдеп не всесилен. Это приятно. РЖД хотят запустить поезда на Газии и водороде в 2027-2028 году. Ну, опытные локомотивы и на водороде, и на жиженом природном газе у нас существуют, прошли испытания. В определённых дистанциях пути, на определённых дорогах, допустим, того же Сибири, локомотивы на жиженом газе имеют свои преимущества. Локомотивы на водороде скорее нужны, как с экологической точки зрения, все знают, что выхлоп двигателя внутреннего сгорания, работающего на водороде, это обыкновенная вода, H2O, даже без CO2, что очень приятно с экологической точки зрения. Вечная память датским коровам, обложенными специальными налогами. Водород – очень сложная технология. Ещё в 80-е годы, я помню, ходила маршрутка по территории ВДНХ, Рафик. На водородном двигателе ходить-то она ходила, но сложности с эксплуатацией, с хранением и распределением такого топлива, как водород, это, я надеюсь, что они будут решены, потому что если их не решать, если не делать опытные хотя бы образцы таких локомотив, то никто их решать не будет. Возможно даже, что водородная заправка поможет всяким проходящим локомотивам, дистанциям через крупные города снизить выхлопы, хотя, конечно, электрификация тяговых путей, электровозы и так снижают выбросы, но, возможно, в тех случаях, где по каким-то причинам электрификация невозможна или экономически невыгодна, требуется экологическая частота, водородные локомотивы будут иметь свой толк и, так сказать, свою нишу. Газовые локомотивы в регионах, где добывается газ и там это действительно бросовое топливо в большом количестве, легко доступные, как сжиженные, так и сжатые, они, конечно, будут на определенных участках РЖД абсолютно полезны. Тут даже сомневаться не стоит. Благо опыт эксплуатации опытных газовых локомотивов уже есть. Суд признал журналиста Александра Невзорова, его жену Лидию Невзорову экстремистским объединением и запретил их деятельность. Ну, что тут скажешь? 600 секунд закончились. Александр Невзоров эпатажный, жесткий журналист, любивший хайп, любивший снимать сенсации кровищу, славивший, так сказать, долю своих ужасов на съемке фильма про Первую Чеченскую войну, потом прославившийся очень нетрадиционным обращением, я бы не сказал, что руманным обращением с лошадьми, ну, получил, как говорится, ответку от благодарных зрителей. Решив, что он не журналист, не зеркало, задача которого отразить события с минимумом своих комментариев или комментарии должны быть по существу, решив, что он великая политическая фигура, этакий гуру, учащий россиян жить, получил от Российской Федерации «Уроки жизни». Посмотрим, как говорится, как эти уроки пойдут впрок. Многие люди, названные иногентами, экстремистами, сейчас ищут пути как-то вернуться, где-то примазаться, ну, кричат, что они сделали неправильный выбор в 2022 или в 2023 году или в 2024 уже. Ну, посмотрим, как будут вести себя Александр и Лидия Невзорова. Часть спонсоров демократической партии США призывает действующего президента Джо Байдена выйти из предвыборной гонки, хотя в противном случае прекратить денежные пожертвования, сообщила газета Daily Mail. Ну, тут я могу сказать две вещи сразу. Первое, то есть неужели президент Соединенных Штатов продается и покупается вместе со всей демократической партией. Вы бы, господа, так бы в открытую это не показывали. То есть дав деньги или не дав деньги демократической партии, можно купить себе ручного, карманного, управляемого президента Соединенных Штатов, который будет выполнять команды спонсора, сидеть, бежать, к ноге и, наконец, голос. Ну, это довольно смело. То есть, ну, замечательная демократия, как она есть. Берем деньги, вот президент, вот деньги, совмещаем деньги с президентами, получаем какой-то результат. Но со второй точки зрения эти спонсоры абсолютно правы. Жалкое душераздирающее заилище, показанное Байденом во время дебатов с Трампом, который я даже, ну, честно скажу, мне трудно это комментировать без сатирических ноток в голосе, они у меня и сейчас есть. Ну, Михаил Самуэльич Паниковский, описанный Ильфом и Петровым, сыгранный в кино блестяще, так сказать, дважды, в оба раза весьма великолепно советскими актерами, и то производил менее жалкое душераздирающее заилище, чем господин президент Джо Байден. Крайне перспективный президент был, кандидат в президенты Соединенных Штатов на выборах в далеком 1988 году, когда он по привычке тогдашней демократической партии в идеальной ситуации, кризис доверия Крейгану, Рональду, отсутствие преемника нормального подходящего в составе республиканской партии, даже в 1988 году ухитрился, извините, сделать что-то нехорошее с полимерами и таки вылететь изгонки, то, что Рейган сменил республиканец Буш-старший, а тут, значит, Байден от царствов, благополучно, великий белый отец великим белым вермами на уже помянутой реке Потамак, его выгоняют люди, которые дают деньги на содержание демпартии. Ну, это просто прелестно. В Соединенных Штатах будут замечательные выборы, и мы, надеюсь, с громом недели их вам подробно осветим. Там будет о чем поговорить. Это прекрасный урок демократии, действующей демократии для всего мира. Такие уроки надо учить и запоминать, потому что только один способ есть лучше, чем учиться на собственных ошибках. Этот способ называется учиться на чужих ошибках. Спасибо демократической партии, республиканской партии Соединенных Штатов, что они дают всему миру такую возможность учиться на их ошибках и глупостях, потому что иначе, как глупостями, историю с дебатами назвать нельзя. Глава Роскосмоса Юрий Боисов утвердил график создания Российской орбитальной станции. Она будет готова в 2033 году. Это очень хорошая новость, и я надеюсь, что она действительно будет готова в 2033 году. Но очень бы хотелось, чтобы она была готова раньше, чтобы она существовала уже сейчас. Очень сильно за время существования МКС, за время существования модулей российского стандарта, мы, конечно, на определенный опыт российского сегмента МКС приобрели, но очень сильно наш выпуск и производство действующих космического оборудования пока далек от желаемого. Недавний полет на Луну в станции Луна-26, которая разбилась, в общем, по техническим ошибкам вполне устранимым, тому лишнее доказательство. Чем быстрее, чем больше будут производиться натурные космические эксперименты такого рода, создаваться российские, а не иностранные, не участие России в иностранных проектах, одно другому не должно мешать, вот, российские космические аппараты, тем лучше. Поэтому очень хорошо, если станция будет построена в 2033-м. Очень хотелось бы, чтобы она вошла в эксплуатацию раньше. Хотя бы на уровне маленького одного модуля. Вспомним, как наращивали возможности своих станций китайцы на глазах, используя советский опыт станции «Салют» и «Мир», возможность своих 100 орбитальных станций небесных дворцов. Начали они с очень скромного центрального модуля, единственного экземпляя, куда пришвартовывались китайские космические корабли, чуть-чуть увеличенные наши союзы, а сейчас развернулись. Возможно, какая-то пробная орбитальная станция по лекалам даже советского «Салюта» или там «Алмаза» военного на два стыковочных узла в виде единичного модуля, были бы очень неплохим стартом и опытом. Опыт натурный, который выше всех компьютерных симуляций и так далее. Поэтому спасибо «Роскосмосу», что станция, если будет готова в 2033-м, но очень бы хотелось, чтобы работы шли быстрее. Иран всеми силами поддержит шиитское движение «Хизбалах», если Израиль начнет полномасштабную войну против Ливана. Ну, что тут скажешь, господа? После теракта, которым подверглись пограничные районы Израиля в прошлом году, не совсем адекватные ситуации, как по масштабам, так и манее проведения ответной операции, война господина Бибидне Таньяху показала, что никаких решений с вопросом террористических, так сказать, организаций «Хизбалах» не существует. Никаких практических уничтожений этой организации, цели, чего было поставлено еще в прошлом году, не случилось. А случилось перемешивание всего и вся, уничтожение мирного населения, грандиозная миграция палестинцев в секторе Газа, к южной части сектора Газа, с перегрузкой всех возможностей других арабских государств, прежде всего Египта, принять несколько миллионов беженцев, и в результате градус террора только усилился. А необдуманное уничтожение Израилем группы военных Ирана при ударе по консульству в Сирии с нарушением всех законов, необдуманное нарушение дипломатического иммунитета консульства Ирана в Сирии, произведенное недавно Израилем, мы уже говорили об этом на 2 неделе, по не только удару ракетными и дроновыми средствами взаимному Израиле по Ирану и Ирана по Израилю, но и привод к эскалации конфликта. Мало израильтянам того, что хуситы обещали поддержать Иран, если против него выступит Израиль, теперь уже Иран всеми силами поддержит Ливан, и так растерзанная в 1982 году многонациональная, многоконфессиональная страна, которая очень долго не впуталась ни в какие ближневосточные конфликты, как ее называли до 70-х годов ближневосточная Швейцария, за спокойство и зажиточность. Вот, если эта страна разорванная событиями 80-х и начала 2000-х годов, в 2006 году там была военная операция, вот, еще раз подвергнется удару, то чему же израильтянам удивляться, если Иран поддержит братьев по вере шиитский. Она, в основном, по вере Иран поддержит шиитов Ливана. Израиль все больше и больше напоминает о ребенка, который тычет палкой, желая разрушить муравейник. Его укусил один из муравьев, но он этого не понимает, он пытается развалить весь муравейник в качестве мести. Тот факт, что муравьев от этого вылезет только больше, и они будут раздражены, его как-то не волнует. Я не знаю, если правительство Израиля ведет страну к национальному самоубийству, я не вижу ни сил, ни средств, да ни особого желания им в этом мешать. Холероподобный вибрион обнаружен в водоемах в черте Мариуполя, сообщили городские власти. Новость запоздала как минимум на три или четыре недели. Не холероподобный вибрион, а уже холера с несколькими десятками подтвержденных документально случаев. Кроме холеры еще замечательный набор амебных дизентерий. Таким образом, можно сказать одно. Санитарное состояние Украины таково, что теперь, к сожалению, все то, извините, отходы человеческой жизнедеятельности близнетворные на Украине в черте, так сказать, еще занимаемой Украиной Харьковской области и дальше, так сказать, восточных районов Украины. Там ситуация с холерой уже полностью холерная, так сказать, с десятками и сотнями случаев. И, к сожалению, все это барахло, все это зараженные источные воды текут в источники на территорию Российской Федерации, в присоединившиеся к России районы. Спокойствие и жителям Мариуполя, нашим участникам и санитарным службам удачи в борьбе с вибрионами холеры, с амебами и прочими, так сказать, патрогенами, которые еще притекут со стороны государства Украина, не способного уже не то что вести нормальную национальную политику, но и поддерживать нормальное санитарное состояние на своей территории. Что тут скажешь? Одно радует, товарищи, помните, от холеры существует действенная вакцинация и надо делать прививки, не допустить знаменитой одесской холеры 70-го года, случившей в Советском Союзе. Тогда довольно дорого обошлось, пришлось вводить карантины, снимать даже часть пассажирских судов, чтобы разместить на нем карантинные эти самые. Тогда довольно трудно, но удалось справиться с холерой. Советский опыт, к счастью, не забыт. Недавняя пандемия ковид показала, что в области санитарно-эпидемических действий в случае эпидемии Российская Федерация навыков не растеряла. Члены президентского совета по правам человека, СПЧ, предложили вернуть в школу оценки заповедения. Это вызвало дискуссии в педагогическом сообществе и в соцсетях. Ну, господа в соцсетях, которые сдувают пылинки со своих детей, тут я понимаю, баба-яга будет против, любых, так сказать, попыток как-то нажать на их бедных кровиночек. Но следует помнить, что вся современная педагогика, молчу про педагогику античную, про педагогику древнеегипетскую, как там в трактате древнеегипетском, уши мальчика на спине, он слушает, когда его бьют, бить не призываю. Но вся педагогика стояла на том, что у школы были эффективные рычаги воздействия на расшалившегося, нарушающего дисциплину ученика. Он извергался с уроков, потому что ребёнок, ведущий себя на уроках или в перемену, так сказать, так, как ему хочется, как ему разрешают его родители, он не опасен в себе. Бог с ним. Если родители считают, что их ребёнок может орать, визжать и бегать по потолку, пускай бегает, у них в квартире. Прямо хоть по ушам прыгает. Но он представляет опасность и мешает другим детям, которые пришли в школу учиться и заниматься. И отмена любых возможностей школы, борьба за так называемые права ребёнка повели к тому, что изолировать детей, желающих сорвать уроки, от детей, желающих учиться на уроке, школа сейчас не может. Возможно, я целиком за, я уже говорил в прошлый раз об этом, оценки за поведение, у меня самого сына сейчас из пятого класса шестой переходит, помогут детям учиться в школе, а не реализовывать себя как ярких, неординарных личностей. Реализовывать себя как яркую, неординарную личность ребёнок может в свободное от уроков в школе время в соцсетях. Миньюз США решил предъявить Боинг уголовное обвинение из-за нарушения концерном договорённости, связанной с крушениями принадлежавших ему самолётов. То есть кого-то, может быть, всё-таки за 737-й Макс посадят. Не сразу, не всех и, возможно, даже не тех, кто больше всех виновен. Это, с одной стороны, хорошая новость. С другой стороны, господа юстиции США, вам надо либо перетряхивать всю контору, либо от неё отстать, потому что вы остались одним из двух крупных мировых производителей определённых категорий авиалайнеров. И всё, что вы сделаете против Боинга, с одной стороны, послужит восстановлению справедливости, а с другой стороны, послужит на благо концерна Airbus. А также российских и китайских авиационных строителей, которые пытаются сейчас выйти на рынок не только ближнемагистральных самолётов, но и конкурировать на наиболее распространённых классах авиации гражданской, которые сейчас производят. Поэтому всё, что вы плохое сделаете с Боингом, пойдёт на пользу российскому МС-21. Спасибо вам, господа из Министерства юстиции США. Депутат Горелкин. Вариант с замедлением скорости YouTube представляется более реалистичным, чем полная его блокировка. Ну, честно говоря, блокировка экстремистских и пропагандистских роликов на YouTube, конечно, назаело, но YouTube давно превратился в такой феномен, где очень много и информации, и старых фильмов, которых иначе даже за деньги не найдёшь, в том числе советских фильмов, и видеороликов, в том числе образовательных и так далее. Поэтому, ну, замедление скорости будет только раздражать посетителей, вот, а полная блокировка раздражает всех. Господа, создайте нормально работающий YouTube, без перегрузки и рекламы, без, так сказать, серьёзного емароя с показом и там прочими юридическими, финансовыми и так далее аспектами. Создайте русский аналог YouTube, как сейчас создаётся Рупедия, и дайте возможность владельцам роликов YouTube перекинуть туда свои ролики. После этого делайте с YouTube что хотите. Хоть блокируйте, хоть замедляйте его до слайд-шоу, уже будет не страшно. Но тот русскоязычный, в том числе образовательный, научный, публицистический контент, никоим образом не экстремистский, который накоплен на YouTube, дайте возможность людям сохранить и перенести. Росдума и Совет Федерации приняли заявление о постановке части российской делегации в работе Парламенской Ассамблеи ОБСЕ. Ну, это чистая политика, и наконец-то мы перестали гнаться за европейскими организациями, за всякими Советами Европы, Парламенскими Ассамблеями и так далее, как «О, нас цивилизованный человек похвалил! О, оказывается, мы почти такие же европейцы!» Нет, господа, мы жители и граждане Российской Федерации. Некоторое количество Российской Федерации находится в Европе, стратегические интересы Российской Федерации находятся в Европе, но стратегические интересы и значительное количество территорий граждан Российской Федерации находятся не в Европе. Я не говорю, что мы евразийцы, я говорю, что мы Российская Федерация. И интересы Российской Федерации должны стоять выше интересов всех этих квази-государственных ассамблей, советов и так далее так называемой Европы. Благо, там уже почти пропала реальная деятельность, когда-то существовавшая реальная попытка развития торговых, экономических и культурных связей между европейскими странами. Осталась одна голая политика и, судя по всему, какая-то нездоровая коммерческая деятельность и лоббирование интересов определенных коммерческих структур. Нужно ли это Российской Федерации? Не нужно. Благодарю за внимание. У нас окончился гром недели. Ждем следующую неделю, где будут новые события и новые громы.